Приветствую вас, Марина. Давайте разберем ваш вопрос. Собственно даже это не вопрос, а как будто просто некоторое информирование нас о том, что произошло. Не совсем понятно, чем вам помочь. В конце вы пишите, что не знаю что делать, здесь красные лесные и собственно всё. То есть вы сейчас на мой взгляд находитесь в такой позиции, когда вам может пройти абсолютно любой ответ, может не пройти вообще никакой ответ. Потому что как вот угодно вы это можете как бы под себя повернуть. Вот. И мне кажется это очень важный момент. Момент того чего вы хотите. В момент того, например, замечаете ли вы, видите ли вы проблему для себя в том, допустим, что в такой ситуации вы оказались. Видите ли вы для себя в этом проблему. Потому что если нет, если вы не видите для себя в этом проблему. Вот. Я думаю, что вряд ли может психолог что-то для вас сделать. Я вам говорю честно, как есть вообще. Давайте разбираться. Начали с отношения с молодым человеком. Все было хорошо. Ухаживаю, признаваться в сильной симпатии. Ну, Марина, что значит начали соотношения с человеком? Что это значит? Начать соотношения с нами по себе не могут, потому что они неотделимы от человека. Если у вас отношения начались, значит вы как-то начали взаимодействовать. Соответственно, у вашего взаимодействия есть некоторый предмет. Вот. Предмет, предмет, на основе которого началось вашего взаимодействия. Как вы начали взаимодействовать. Ну, пишите, все было хорошо, что это значит, что ухаживаю, признаваться в сильной симпатии, это хорошо. Здесь уже складывается ощущение, что вам важнее скорее то, что вам признаются в сильной симпатии, что за вами ухаживают. Предложил отношения, если вы. А до этого, извините, вы были не в отношениях. Или как? Я вот все понять-то хочу. Как бы, вы были в отношениях, вы говорите, что у вас начались отношения, вы говорите, что потом он вам предложил отношения. Вот. А что у вас было до этого, если... Ну, что у вас было до его предложения, если у вас начались отношения после того, как он вам это самое предложение сделал. То есть вот здесь есть, как вы понимаете, наверное, некоторые нюансы. Некоторые нюансы, на которые вам нужно обратить свое внимание. Вот. Ну, пока что, на данный момент, вот, мне кажется, ситуация, скорее, некоторая такая, ну, скорее такая, знаете, неосознаваемая вами. Вот. То есть отношения начались, он за вами ухаживал, предложил отношения. То есть, знаете, здесь как будто бы вообще между вами нет взаимодействия как между личностями. Двумя, между вами как будто бы есть только вот отношения чисто, ну, гендерные как будто. Мне кажется, мне кажется, что не есть что-то хорошо, вот. То есть, что, вот, ну, между вами, вот, такого рода отношения, вот. Ну, тем не менее, как будто бы. Такой момент. Такая сторона здесь. Вот. Понимаете, да, я надеюсь? Что, что я имею ввиду? Что-то важно. Кстати. Дальше поехали. Дальше. Поехали дальше. Мальчик. После этого показалось, что интерес ко мне был и телем. Ну, во-первых, многое зависит от того, как мне кажется, сколько вы общаетесь. Ну, то есть, ну, вот, глобально сколько вы общаетесь. То есть, ну, вот, как вот, у вас, на основе чего у вас отношения вообще складываются. Это первое. Что мне кажется важно. Второе, что мне кажется, ну, также важно. Это то, а у вас, у вас, у вас, самый интерес к нему есть? Вот. Ну, вот. То есть, ну, вы сами, вот, как, допустим, подреагируете на него. Какую ценность он, 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 для вас представляет. Вот. Это вот очень важный аспект. Дальше. Говорили, что работе много общались каждый день, всегда первый писал, но не очень много. Опять же, как будто бы вам важно, что вам пишут первым. Ну, как будто бы вам важно, вам важно. Понимаете? Да? Дальше. Дальше. Спустя месяц отношений я спросила, взаимна ли моя сомпатия к нему, потому что почувствовала холод. Мне кажется, что вы здесь заменяете некоторые свои, ну, некоторые свои числа. Сомпатия к нему, или своё отношение, может быть, может быть, другим. Вот. То есть, когда вы спрашиваете про он... Ум... 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 Ум, будут, конечно, они? Ум... Ум, намaben загор lit. М basал. вы говорите о себе, ну в этот момент вы говорите о себе, но вы как будто бы мало говорите вживую, вы, получается, вы спрашиваете про него. Это, мне кажется, достаточно серьезная проблема, как мне кажется, то здесь вы уходите от себя, по сути. Здесь вы уходите от самой себя, и на мой взгляд это может быть весьма системным для вас. То есть это может быть, ну такой, знаете, системной модели поведения давать. Хотя, понятное дело, что могу я быть не прав, без слова. Больше идем. Так, он ответил, что не знает, может быть не ввей, но мне это подарило обширку, я по сакануне сказал, что бы больше не писал. Ну вот, важный момент, как мне кажется, что конкретно вызвало шоку вас. Это важно, потому что как будто бы вы то ли слишком, слишком к человеку привязались здесь, то ли, ну, что ли, вот, не допускаете, что человек может захотеть с вами не быть, вот, то ли, какую-то весна на серьезную, серьезную проблему вы пытаетесь решить через молодого человека. Как будто бы это так вот работает. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. То есть почему-то у вас это вот весна сильно повергло в шок. Шок по своей структуре, да, это состояние избегания. Мы убегаем в шок, когда сталкиваемся с определенными, ну, с определенными переживаниями, вот, с определенными моментами, вот, которые нас несколько не устраивают, которых мы, например, боим, ну, можем, можем бояться, например, или, которые нам неприятны. Вот, ну, да, понимаете. И очень важно, как мне кажется, вам в этом отдавать себе отсчет тоже. Вот, очень важно, ну, понимать, вот, собственно, о чем идет пречь. Потому что, если, вот, сейчас в этом, например, вы себе отсчет не отдаете. Вот. К примеру, опять же, то, что, кстати, может быть, ну, достаточно печально. Вот здесь. Вот. И вы просто, вот, не будете чувствовать себя собой. Вот. Вот. Если не увидите, вот, как, как у вас происходит, вот, такой аспект, да, что... Такая аспект, да, и от чего вы убегаете. Вот. Возможно. Возможно. Вероятно. 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 Я не уверен. Я не уверен. Я не знаю. Но вероятно. Вероятно. Вот. Слишком сильно вы человек привязали. Вот. И вот эта привязка к человеку, она вами как бы не осознаётся, до конца она вами не осознаётся, вот, в полной мере, вами не осознаётся, вот, но когда человек, например, вам отказывает, допустим, вы чувствуете, конечно же, вот сразу, ну вот, такой негатив, да, вы чувствуете себя, ну вот в шоке, вы в шоке попадаете, как бы. Вот. И мне кажется, очень здорово было бы, если бы вы вот, ну на этом, на это обратили бы своё внимание. Вот. Было бы здорово, на мой взгляд. Вот. Но, понятное дело, что тут нужно, ну, тут нужно смотреть, как вы относитесь к себе и как вы относитесь, там, собственно, к своему партнёру и прочее, прочее, прочее. Вот. Потому что сейчас, ну вот, я бы сказал, что пока не совсем это понятно. Вот. Пока что. То есть, пока что это, ну, больше, вот, про некоторый ваш, может быть, страх одиночества. Может быть, про что-то ещё. Вот. Пока, пока что. Вот. Ну. А чем речь идёт? Не совсем. Понятно. Дальше. Значит. Значит, я психанул, а он заметил, что мы встретимся в основном в открытии. Я просто удалил его от открытии. Далая, что он все-таки объявится всем необъясничим дело, что произошло. А если вы его удалили, почему он должен контролировать? То есть, понимаете, вот какая-то штука. Какая штука. Происходит в том, как мне кажется. Вот так скажем. Ну, один такой вот основной момент, который я хотел бы ваше, ваше внимание обратить в штуку. Вот. В чём штука? Штука в том, что вы здесь, опять же, пассивны. В этом. То есть, как будто бы здесь, в этом вы пассивны. Вот это очень важный, как мне кажется, момент. То есть, вы ждёте от человека, вы ждёте от человека, что он себя проявит. То есть, как бы перекладываете ответственность на него. за, собственно, то, что хочется пойти и вам. Вот. И мне кажется, что это может быть проблема в какой-то степени. Ну, вот. Для вас. Вот. Дальше идём. Следующее. Следующее. Эм. Знала. Так. Продолжала смотреть данные сети. В прошлой неделе я не выдачула. Я написала ему приведёт диалог в шутку. Что именно вы не выдержали, Марина? Что именно вам сложно было выдержать? Было. Так. Значит, написал ночь в инстаграме, скинул какое-то видео, на следующий день не писал. А вы ждали, что он напишет? Почему? При этом перестал смотреть в истории. Прослая неделя он умолчит, мне тяжело молчать. В чём тяжесть молчание? Хочу снова его написать, или всё-таки подписаться обратно на инстаграм? Не понимаю, это глупо. Хотите, чтоб... А-а... Чего вы хотите вывод? Плачу каждый день не понимает, что всё-таки произошло, почему резкая восемь пятая бромбела? Как на нас это влияет, что с вами происходит? Не знаю, что делать. Что делать, чтобы что? О-о-о-о-о. А-а-а. На этом все, надеюсь что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, желаю вам всего самого доброго и удачи.